Только вчера акции Банка Силиконовой долины упали на 60%. Мы только сегодня узнали, что калифорнийские регуляторы закрыли деятельность этого кредитора. Это самый крупный провал с 2008 года. На самом деле это второй по величине провал со времен Вашингтон Мьючелл в сентябре 2008 года. Это крупный кредитор технологических стартапов. В ДИК заявляют, что застрахованные вкладчики получат полный доступ к застрахованным депозитам к утру понедельника. Что означает застрахованные депозиты на сумму до 250 тысяч долларов? Конечно, мы знаем, что у некоторых малых предприятий, у некоторых стартапов, у некоторых частных лиц состояние превышает эти 250 тысяч долларов. Пока не ясно, вернут ли они все свои деньги обратно. Мы видим, что индекс Доу Джонса снизился более чем на 250 пунктов. Банки лидируют в снижении цен. Марк Занди, он сказал мне, что он главный экономист Moody's Analytics. Он только что сказал мне, что, по его мнению, этот провал не является симптомом более широкой проблемы в банковской отрасли. Будем надеяться, что нет, потому что это последнее, в чем мы сейчас нуждаемся. Роберт Райх, бывший министр труда США при президенте Клинтоне, сейчас с нами, а также автор системы, который ее подстроил, и как мы ее исправляем. Госсекретарь Райс, я всегда рад вас видеть. Давайте начнем с того места, где Мэтт закончил этим. Банк Силиконовой долины, управление Федеральной налоговой службы теперь находится под контролем. Мы видели, что у Wells Fargo, Morgan Chase, Bank of America возникли некоторые проблемы. Вчера торги в других банках прекратились. Что это значит для людей, не входящих в банковскую вселенную Кремниевой долины? Пока что это ничего не значит. Но главный вопрос заключается в том, не заразится ли инфекция. Именно это мы и наблюдали в 2008 году, когда один крупный банк и еще пара других начали терпеть крах. Они либо не могли расплатиться со своими вкладчиками, либо фактически не могли выплатить то, что им причиталось. Они были закрыты, и регулирующим органам пришлось действовать очень и очень быстро. Но в итоге мы столкнулись с финансовым кризисом, потому что одна крупная банковская карта легко начинает переворачиваться по сравнению с другими картами. Это похоже на карточный домик. Сейчас мы еще ничего не знаем о заражении. Что мы точно знаем, так это то, что этот банк явно перенапрягся, и это связано с ФРС, потому что по мере роста процентных ставок, и поскольку этот банк кредитовал множество стартапов, этот банк просто не мог с этим справиться. Я думаю, что это самая важная экономическая новость на сегодняшний день. Это не так. Этот отчет о занятости был хорошим. И это своего рода сигнал для меня о мягкой посадке. Но я думаю, что с точки зрения того, что собирается делать ФРС, и того, что этот крах банка был потенциальным заражением, он может обернуться вспять. У Джерома Пауэлла есть направление, к которому это может привести вместо повышения на полпункта на мартовском заседании. Это может не привести ни к какому повышению. На самом деле, вполне возможно, что процентные ставки начнут снижаться, но боюсь, что у нас возникнут серьезные проблемы. Вы выступали за то, чтобы ФРС прекратила повышать процентную ставку. Почему перед этим стал вопрос с банком Силиконовой долины именно сейчас? Заработная плата, по словам Джерома Пауэлла, толкает цены вверх. Ну, это просто не тот случай. Посмотрите, к примеру, на сегодняшний отчет. Мы наблюдаем наименьшее повышение заработной платы более чем за год. Цены продолжают расти. Это абсолютная правда. Но заработная плата не подталкивает их к росту. Дело не в том, что у рабочих все так уж замечательно получается, а в том, что приводит к росту многих цен внутри страны в крупных компаниях, которые хотят увеличить свою норму прибыли. И поэтому у них есть монополии или почти монополии, олигополии. Они используют эту возможность, используя инфляцию в качестве предлога для повышения своих цен. Итак, вот это находится здесь на самом дне. Это действительно проблема антимонопольной монополизации. Это не проблема процентной ставки ФРС. Итак, вы предлагаете ФРС прекратить повышать процентную ставку, но если это единственный инструмент, который у них есть, я полагаю, вы собираетесь исправить это предположение. Что еще они могут сделать, чтобы попытаться обуздать инфляцию, если не повысить процентную ставку? Ну, во-первых, позвольте мне просто сказать, что не совсем ясно, должны ли они делать что-то еще. Инфляция начинает снижаться. А теперь мы узнаем больше об этом во вторник, когда выйдет отчет по инфляции, потребительские цены в Греции, отчет о росте цен, отчет по инфляции. Но насколько нам сейчас известно, инфляция немного замедляется, поскольку ключевым моментом здесь является направление. Вы знаете, если бы инфляция росла, это было бы одно дело, но если инфляция начинает замедляться, если мы видим, что она движется в правильном направлении, тогда неясно, должна ли ФРС продолжать повышать процентные ставки. И вы рискуете спровоцировать рецессию, которая ударит по всем. За последние пять лет ФРС сначала напечатала триллионы долларов, затем отрицала, что что-то происходит, а затем сказала, что это временное явление. Дело в том, что от этого возникает множество побочных эффектов. Во-первых, во многие из этих компаний было вложено много венчурного капитала, хорошего или плохого, примерно 1,5 триллиона долларов. Этим компаниям для удовлетворения своих потребностей, вероятно, потребуется еще от 3 до 4 триллионов долларов капитала. Это было еще до СВБ. Это становится проблемой. Внезапно у вас появляется СВБ. Люди обычно пугаются. Пугаются, как олени при свете фар. Я думаю, вы увидите полет в безопасное место. Как вы продолжаете их финансировать? Какие компании будут устойчивыми? Я думаю, что для прохождения через систему потребуется от 3 до 6 месяцев. Я думаю, что в ближайшие 12-16 месяцев ситуация ухудшится, потому что гораздо большему числу компаний потребуется доступ к этому капиталу. Единственное, о чем люди действительно забывают, это то, что эти компании нуждаются в этом капитале для того, чтобы достичь определенных пороговых значений в экономике своих подразделений, потому что большинство из них до сих пор не смогли уволить достаточное количество людей. Потребности в капитале возрастут. В последнее время произошли события, касающиеся нескольких банков, за которыми я очень внимательно слежу. И когда банки испытывают финансовые потери, это является и должно быть предметом беспокойства. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что она следит за ситуацией. Также было сказано, что США банковская система располагает эффективными инструментами для решения проблемы краха банка Кремниевой долины. Рока утверждает, что 26%, одна четверть от общего объема денежных средств и их эквивалентов, хранятся в ВВБ. Депозиты компании ВВБ в основном не застрахованы, и они не знают, в какой степени она может вернуть эти денежные депозиты. 26% ее денежных эквивалентов хранится в ВВБ. Существующего денежного потока достаточно на ближайшие 12 месяцев и далее. Это последняя публичная компания, которая упала на 6% в нерабочее время. Мы задаем этот вопрос. Забудьте не только о частных стартапах, есть ряд компаний с более низкой капитализацией, которые используют банк Силиконовой долины. До сегодняшнего дня это был важнейший банк для мира технологий. Как правило, им удается сделать это с небольшими затратами для налогоплательщиков и возместить значительную сумму незастрахованным вкладчикам. Ванкротство каждого банка немного отличается от других. Этот банк контролировался Федеральной резервной системой. Федеральный резервный банк Сан-Франциско был федеральным регулятором номер один в Силиконовой долине. Таким образом, Федеральная резервная система Сан-Франциско должна была быть в курсе происходящего. Банк стремительно растет, а теперь быстро терпит крах. В распоряжении в ДИК есть множество инструментов для разрешения этой ситуации. Это крупный банк. 16-й по величине банк в стране. Последние новости, которые продолжают появляться. Мы понимаем, что финансовая группа ЭВБ, неудивительно, что она будет исключена из индекса СП500 в качестве индекса. Расскажите нам о том, что привело нас сюда в конечном счете. Это капитал, но в некотором роде может привести к чрезвычайным обстоятельствам, с которыми мы сталкиваемся в ЭВБ. Я исходил из того, что банки должны обанкротиться. У нас в Америке почти 5000 банков, и значительное количество банкротств больше нуля. Меня больше беспокоили последние два года, когда не обанкротился ни один банк. Впервые в американской истории мы прожили год без банкротства банка в 2005 году. Регулирующие органы сообщили нам, что банковская система находится в хорошем состоянии. Вопрос в том, когда учреждение терпит неудачу, сдерживается ли этот сбой. Кто несет убытки и как быстро можно разрешить эту ситуацию? Я думаю, что инструменты регулирования которыми располагают ВДИК, Федеральные резервные системы и другие регулирующие органы. Сейчас на несколько световых лет опережают то, что было у них в 2008 году, когда причина кризиса была совсем иной. У многих людей возникает множество вопросов, в основном у основателей стартапов, которые занимались банковскими операциями в банке Силиконовой долины. Когда ВДИК приходит в учреждение в такой ситуации, что является их приоритетом, вы посмотрите на диаграмму на экране. Вы даже не можете видеть на правой стороне, потому что это первый технический... Год назад банк Силиконовой долины даже не входил в топ-лист заемщиков Федерального банка ипотечного кредитования Сан-Франциско. В течение года он поднялся на первое место с непогашенными авансами в размере 20 миллиардов долларов. У Сильвергейт на момент банкротства было более 4 миллиардов долларов непогашенных авансов. Вы посмотрите на список других, кто сильно полагался на банковскую систему ипотечного кредитования, почему они идут туда. Особенно у Сильвербанка, который... Это не выдача ипотечных кредитов. Предполагалось, что целью банковской системы ипотечного кредитования должна была стать Федеральная резервная система для так называемых сбережений, которые использовались для выдачи ипотечных кредитов, когда в Америке была другая банковская система. Это классический красный флаг, если вернуться к 2007 году, когда по всей стране в Вашингтон Мьючелл. Все эти люди обращались в банковскую систему ипотечного кредитования задолго до того, как рынок начал иссякать из-за активов, в которые они чрезмерно инвестировали. Аарон Клейн из Брукингского института.